Приветствую вас. Частые измены настроения могут быть как особенностями характера, так и следствием определенных психологических проблем у девушки. Поэтому очень важно понять, человек такой сам по себе или это следствие каких-то его внутренних сложностей, внутренних противоречий, внутренних конфликтов, внутренних переживаний. Вот так. Потому что, как бы, это очень важно при определении того, насколько это все будет вас в дальнейшем, к примеру, беспокоить. Да? Вот. Дальше. К сожалению, если девушка, допустим, говорит, что хочет побыть одна, что зачастую, зачастую ситуация такая, что она проверяет, ну, вас проверяет, проверяет вас, проверяет ваши отношения, проверяет себя от себя. К примеру, вот. проверяет сто, как вы к ней относитесь и прочее, прочее, прочее. Понимаете, да, о чём идёт речь? И здесь, конечно, крайне важно, чтобы вы убедились в том, что человек не проверяет, когда-то действительно хочет побыть один, действительно хочет побыть один, вот, то есть, ну, ничего страшного в том, что человек этого хочет, нет, в принципе, и быть не может, ничего страшного в этом, вот, но лучше убедиться. Ну, на самом деле, лучше убедиться в том, что действительно вот она хочет, чтобы она одна, а не проверяет вас каким-то образом, вот. Это очень важно. Очень важная история. Дальше идём. Значит, стоит ли ждать, что мы опять будем вместе? Ну, во-первых, я не думаю, что имеет смысл ждать что-либо от кого-либо. И всегда лучше, если вы не ждете кого-то, а просто двигаетесь, двигаетесь дальше вперед по своей жизни. Вот, двигаетесь дальше вперед по своему пути, вот, и соответственно не предлагаете надежды на человека излишне, потому что, ну, вот у девочки, например, да, у нее могут быть какие-то проблемы, да, у нее могут быть какие-то... сложности, но могут быть какие-то трудности, и вы оказываетесь к этому не готовы. Вот, ну, такие моменты, когда пишите, что стоит ли ждать кого-то. Никого ждать не стоит, никого ждать не стоит. Если вы расстались, если это уже, условно говоря, не первое расставание, то, скорее всего, на это есть причина. И вам, опять же, желательно понять, что к этому самому расставанию привело. Такая вот история. Ну, это вот то, что я могу вам сказать и то, что я могу вам ответить. Из того, по крайней мере, что вы написали. Чего вы сами хотите? Как вы сами к девочке относитесь? Вы говорите, она педант практически во всем. Не очень понятно, честно, не очень понятно. Причем здесь это, что она педант. Как это относится к вашему вопросу. Такая вот история, Виталий. Такой вам ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!